ПЕСНЯ Всем привет! С вами Вульф и сегодня в меломании группа, играющая Heavy Metal, которая, наверное, является лучшей в СНГ за все время своего существования нашего тяжелого рока, еще начиная с периода Советского Союза и по сей день. Группа, которая выдала кучу альбомов, особенно лучшие в свой ранний период. Группа, которая одна из первых наряду с черным кофе принесла в Союз первый русский металл. Это группа Ария. Мне было лет 10 и первая моя аудиокассета была записью, на которой на одной стороне была как раз Ария с альбомом Герой Асфальта. На другой стороне группа Мастер. И эта запись стала для меня окном в новый мир, после чего я начал слушать и собирать музыку. В этой программе я затрону первые великие 10 лет, начиная с 1985 по 1995 годы, которые считаю золотыми в биографии группы и думаю, что многие будут согласны со мной. Итак, история группы Ария уходит в далекие конец 70-х и начало 80-х, когда будущие лидеры группы Дубинин и Холстинин создали коллектив «Волшебные сумерки», игравший смесь хард-рока и арт-рока. И это у них неплохо получалось. Жизнь, сердца, днём прожил я, как честный человек. Сказа, креп пример, чепуха, лишь вызывали смех. Но когда на тропу села дама в шелку, я закрыл глаза и решил, что скажу я с ума. Знаю всех девиц в округе, ты на примете нет. Я немею от испуга перед страной леди. После распада «Волшебных сумерек» в 1982 году, начале 1983, они снова встретились уже в группе «Альфа», песни которой звучали на многих дискотеках Москвы. Группе не разрешили выступать, так что Дубинин ушел и предложил несколько песен человеку, сыгравшему большую роль в появлении Арии. Виктор Яковлевич Викштейн тогда руководил «Вия. Поющие сердца», где пела его жена Антонина Жмакова, и решил взять Виталия в качестве экстра-вокалиста. В «Альфу» тем временем прибыл Алик Грановский, будущий басист группы «Мастер». Были еще ударник Александр Львов и вокалист Николай Носков, которого в начале 1985 заменил Валерий Кипелов, пять лет отпахавший «Вия. Лейся. Песня». Викштейн разрешил новой группе записывать на своей студии свои песни, только в свободное время, так как постоянно считалась работа играть в «Поющих сердцах». Но желание играть в запрещенный хард-рок, да еще и записать альбом, было огромным счастьем тогдашней новоиспеченной группе. Я не случайно выбрал именно «Зеленый театр» в парке Горького, поскольку у меня с этим местом связано очень много событий в моей жизни, то есть таких ключевых событий. Во-первых, значит, это был май, я помню сейчас точно 11 мая 80-го года. Отсюда я уходил, ну, так грубо говоря, на дембель. То есть я уходил в запас, увольнялся из рядов в советской армии. А почему именно отсюда? Поскольку я заканчивал службу в ансамбле песни «И тряски красная звезда». А потом, значит, была «Лесе песни». Это был где-то, сейчас скажу, октябрь 80-го года. А репертуар, ну, что, популярные песни. В основном песни Вячеслава Добрынина «Родная земля», если кто-то помнит такую песню, наверняка. Потом «Сапожник», там, сочинял «Сапожник», песни «Целый день», а потом «Зачего ж они везучий». Ну, в общем, в основном песни все были Вячеслава Добрынина. Вдруг меня приглашают, значит, в проект, который будет играть рок. Я так порадовался. Вот. Внутренне я был готов, но я не ожидал, что тут такое простое предложение. А потом появился, значит, Владимир Холстин, который отыграл на соло. Он понравился, точно, Викштейну. А насчет меня было очень много споров, потому что я пришел для «Си песни». То есть, ну, там попса, то есть, там, вагоны, там, польты обручальные, кольца. Я путаю, мы их обручальное пальто все называли, или деревянное пальто. Вот. Потом я пришел короткостриженный. Вот. То есть, очень короткостриженный. Что-то очень не понравилось музыкантам, которые уже, значит, на меня так смотрели. Он, то есть, попсы пришел, парень, значит, чего там от него ждать. Вот. Ну, получилось очень смешно, поскольку мы пошли вместе, значит, как-то, по-моему, ну, я не знаю, это нормально, мы пошли в туалет. Вот. А там громко, так, акустика приличная. Вот. И они попросили меня спеть что-нибудь из року. Вот. Я вспомнил, значит, там, группу «Слейд», группу «Дипепл». Я начал петь там. Вот. Чем я их очень обрадовал. Они говорят, ну, оказывается, свой парень, просто короткострижный. А волосы бьем наживные. Он пришел на педагогу. Он на грудь не нажал. Он всегда пришел. Первые наброски были сделаны к концу 1984 года. Имелись гитарист, басист и ударник. Даже клавишник был. Кирилла Покровского, также потом участник группы «Мастер», пришлось задействовать как участника поющих сердец. Но его роль свели к минимуму. Оставался открытый вопрос с вокалистом. Алик или Владимир? В конце концов взяли Кипелова. Представление о металле он имел смутное, но пел мощно. Хотя и срывался периодически на тонкий мальчишеский голосок. Естественно, совершенно не металлический. Викштейн в запись не вмешивался, а просто сказал, что через месяц ему дали послушать. Что получилось? За львиную долю материала ответственен был Грановский, хотя в качестве савтора часто фигурирует Холстинин. Последний признает ведущую роль Алика, но заявляет, что без него самого никакого альбома не было бы вообще. Тем не менее, воздадим вложное басисту, имевшему еще и неплохой опыт работы в студии. Второго гитариста так и не нашли, и Владимир обдувался за двоих. Хотя при прослушивании мысль, что гитарист всего один, не возникает. Хуже всего пришлось при записи ударных, затянувшейся на три недели. Львов хоть и был неплохим барабанщиком, но металл был не его музыкой. Он вообще раньше играл в кабаке. Да к тому же он все хотел делать по-своему. Оставалось только назвать группу. Тут ответственность лежит на Холстинине. Он хотел, чтобы название было коротким, красивым и читалось одинаково на русском и английском языках. Слово «Ария» напоминало по звучанию Iron Maiden. А прийти в голову Владимиру оно могло, вероятно потому, что в то время он играл на гитаре «Ария Про 2». Кроме того, не стоит забывать и о словарном значении слова, в котором чувствуется надежда, что музыка группы станет классикой. Да и голос Кипелова можно считать оперным. К ноябрю 1985 года альбом был готов. Викштейн сразу же сказал, что это, наверное, никому не нужно. Но чувствуя, что молодежи такая музыка должна понравиться, разрешил ребятам выступать непосредственно перед Тонией Жмаковой. Для этого, правда, нужно было найти второго гитариста. Но проблему вскоре решили. Итак, первый альбом группы «Ария» назывался «Мания величия». Был записан в конце 1985 года и выпущен на магнитной кассете. На мой взгляд, пластинка получилась очень достойная во всех смыслах этого слова. Хороший звук, бесподобный вокал, еще очень юного Кипелова заставляют влюбиться в эту музыку с первого раза. Материал на альбоме тоже очень сильный. Особенно хороши «Бивни черных скал», «Волонтер» и, конечно же, «Тореро». Одна из лучших отечественных рок-песен вообще. Баллада «Мечты» тоже хороша и необычайно красива. Как для меня, я этот альбом услышал после «Великих героев асфальта» и «Игры с огнем». И по качеству материала он входит в пятерку лучших альбомов группы и обязан быть в коллекции. Да, стоит еще остановиться на текстах. Все слова, кроме песни «Тореро» Маргариты Пушкиной, которая стала впоследствии постоянной поэтессой группы, написал Александр Елен, у которого тексты всегда преобладают остро-социальной и антивоенной тематикой, в отличие от той же Пушкиной, которая в основном пишет на тему мистики и психологии человека. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Запись второго альбома «Арии» связана уже прежде всего с именем Андрея Большакова, который раньше участвовал в группе «Коктейль», игравшей хард-рок в духе «Дю Паппл» и «Лед Зеппелин», и «Зигзаг», исполнявший смесь хард-рока, панка и «Новой волны». А потом записал один сольник. Он стал вторым гитаристом, которым так нуждались ребята. А привел его еще во время записи «Мания величия» Александр Елен, как раз автор большинства текстов «Мания величия». Альбом был записан в 1986 году и выпущен на магнитной кассете. Это последняя работа группы, записанная в ее изначальном составе. Менее чем через год после записи в группе произойдет раскол, в результате которого более половины музыкантов отделятся, основав группу «Мастер». В отличие от «Мания величия», где превосходило влияние Iron Maiden, то на «С кем ты» основа звучания уже от Джуда Сприст. Это произошло благодаря тому же гитаристу Андрею Большакову, который с Грановским является авторами музыки почти всех композиций. И вскоре Большаков стал предлагать свои новые песни, как материал для следующего альбома Арии. Басист Алик Грановский был неравнодушен к музыкальным вкусам второго гитариста и принял композиции Большакова на ура. У самого Алика тоже уже существовало несколько заготовок для следующей записи, так что новая работа в студии была уже не за горами. Существует версия, будто Большаков пробовал убедить Викштейна в том, что работать стоит именно с ним. Для этого Андрей якобы принялся сочинять песни для Антонины Жмаковой, супруги Викштейна, которую в годы перестройки вдруг тоже потянуло петь тяжелый рок. Ее нежный голос тогда волшебным образом трансформировался в подобие женского ACDC совместно с ACCEPT и стал походить на что-то среднее между Брайаном Джонсоном и Уда Гиркшнайдером. ПЕСНЯ У нее даже своя группа появилась. Сначала это была группа Раунд, которая так и не выпустила почему-то хорошей записи. Ведь была же студия под рукой. При том, что играли Раунд, отличный Харт. Но потом все-таки с новой группой Спрут выпустила отличную пластинку в 1990 году, когда Викштейн уже с Арией не работал. Во всяком случае столкнулись два отличных музыканта, но у каждого было свое видение на дальнейшее развитие группы. Один хотел играть мелодичный Харт в стиле группы Iron Maiden, другой же хотел более энергичный в стиле Джудас Прист. И в дальнейшем, как мы знаем, по созданной после развала Арии группе Master это трэш метал. В итоге Холстинин не числится автором ни одной песни на альбоме «С кем ты». К тому времени у Владимира, по его словам, была готова песня 1100 и фрагмент баллады о древнерусском воите. Но их задействовать не удалось. По версии Холстинина, эти песни Большаковым и Грановским были отвергнуты. Еще одной из причин развала Арии это был финансовый вопрос. По сути, из музыкантов только Кипелов имел постоянную ставку. Другие же получали только обещанную зарплату. Не могли было себе купить даже какое-то мелочное оборудование. Собирая по 60 тысяч стадионы, они имели где-то 500 рублей, при средней тогда в 150. Но это очень мало, соизмеряя их звездный статус и траты. В глубокой шахте, который год, Таится чудесь сильней, Стальные нервы, стальная плоть, Стальная гладка гордеев, Он только силой лениво ждет, Направит в небо радар, Одна ошибка, Случайный взлет, И неизбежен удар. Все, во что ты навеки влюблен, Уничтожить разум, Ты щеку лавы, И убийца дракон, Должен быть помержен, И так, в начале 1987 года, Раскол в группе все-таки произошел. Ария лишилась более половины первого состава. Мое мнение, это все так парадоксально положительно оказалось, Ведь родились две отличные группы. Новая обновленная Ария И группа Мастер, Которую создали после ухода Батшаков, Грановский, Молчанов и Покровский, Позднее ставшую скорее сольным проектом Алика. Громко хлопнул дверью и Львов, Прихвативший половину техперсонала. Покинали, вообще что было такое основное причинение? Да вообще, насколько я помню, То, что много литературы есть на этот счет, Я там объяснял раз 500, наверное, тысяч. Ну, мы поругались с руководителем Виктором Бекштейном. Я поругался. Это уже было невозможно там работать. Я предложил уйти. Все приняли мое предложение, кроме двух человек. Я ткал сильно и кипел. Все ушли. Ситуация зашла в тупик по отношению. Это касалось каких-то личностных моментов? И они были не совсем личные. Просто то, что нам предлагали делать на то время, Мне совершенно не нравилось. И я не собирался это делать. Что накрыло, не согласны. Что накрыло, будет с ума. Улица Ро. Прям мой обман. Прям мой обман. Как ни удивительно, это было не концом арии, А началом самого успешного периода ее творчества. Новым басистом стал старый приятель Владимира, Виталий Дубинин. Это очень подходило Владимиру, так как Виталию также нравился стиль Iron Maiden. Еще новыми членами группы стали гитарист Сергей Маврин и ударник Максим Удалов, Которых взяли из группы Metal Accord. После гастролей по Союзу не особенно блиставший. Ранее два друга играли также в Черном Кофе, Еще одной известной металлической команде. Маврин, возможно, и не был столь талантлив, как Большаков, Но соло выдавал отличные. Все было готово для записи третьего альбома. Дубинин стал одним из главных композиторов группы и генератором идей нового альбома, Который поначалу назывался «На службе силы зла». Но потом мелодия, выпустившая пластинку, переименовала ее в «Герой асфальта», Не приняв первоначального названия. Как я уже и говорил еще в начале программы, Эта пластинка стала первым, что я услышал из тяжелого металла. Великолепный, цельный альбом, который я считаю одним из лучших не только группы Ария, Но и всего советского и постсоветского периода, Который по исполнению звучит не хуже западных аналогов, И тем более не хуже, чем Iron Maiden. И тем более не хуже, чем Iron Maiden. КОНЕЦ Что же касается текстов альбома Героя Асфальта, впервые все тексты написаны Маргаритой Пушкиной, а Александр Елин, писавший лирику к предыдущим альбомам, ушел в группу «Мастер» и не работал с Арией вплоть до 2001 года. В мае 2012 в результате голосования, проходившего на сайте OpenSpace.ru, альбом Героя Асфальта встал на первую позицию в списке 50 главных пластинок «Мелодии». 23 апреля 2013 был заново переиздан на виниле ограниченным тиражом 500 экземпляров в рамках проекта «Мелодия 50», посвященного 50-летию фирмы. После записи Героя Асфальта, музыканты Арии решили все-таки избавиться от своего худрука Викштейна, так как он забирал большую часть прибыли с концертов и постоянно пытался навязывать свои идеи во время записи и репетиций новых песен. И в 1988 году они окончательно разорвали отношения с Викштейном, при том, что время уже было другое, не так как в 1985, и гонений на металл уже почти не было, и иметь сильного покровителя, который знал лазейки вверха для разрешения выступать или записываться, уже не так были важны. Тем временем они уже вовсю работали над четвертым альбомом, который был назван «Игра с огнем» в студии Московского дворца молодежи. Доступ, куда им предоставил старый знакомый, еще со времен учебы в МАИ, участник группы «Автограф» Юрий Фишкин, согласившийся также стать менеджером Арии. Запись была произведена за 25 дней. Для меня игра с огнем, наверное, это лучший результат за все время существования группы. Что именно меня удивило, это необычное звучание гитар, которых вы не услышите ни на одном даже западном коллективе. Такое ощущение, что они были специально чуть по-другому настроены, как это, например, делают панковские группы, специально расстраивая гитары и заставляющие струны звучать по-иному, так и в игре с огнем. Еще на этом альбоме звучит самая длинная песня Арии за всю свою музыкальную карьеру. Это девятиминутная метал-опера «Игра с огнем». Альбом, начиная с первой вещи, что вы сделали с вашей мечтой, и заканчивая «Бой продолжается», слушается на одной ноте. Наверное, портьте только последнее «Дай жару», которое по концепту просто не подходит всей задумке. Игра с огнем – один из тех альбомов отечественного хэви, который мало чем уступит метрам заграничным. Очень эпично, действительно очень интересно, гармонично и уже по-взрослому. Группа выросла в плане текстов, усложнила музыку, добавив элементы прогрессива, не сделав ее при этом скучной. Далее, в преддверии развала Союза, группа оказалась в экономической блокаде. Пришло время, когда хард-рок стал вдруг никому не интересен. У людей появились новые проблемы, и нужно было искать средства для существования. В начале 1990-го Маврин с Дубининым отправились в Германию для записи альбома группы «Леон Хирт». Холстинин, отказавшийся куда-то ехать, и Кипелов, для которого работы за рубежом просто не предвиделось, тем временем подобрали замену в лице гитариста Дмитрия Горбатикова «Экс. Красная площадь» и басиста Алексея Булкина «Экс. Раунд». К счастью, не прошло и полгода, как блудные сыновья вернулись, поскольку мюнхенская группа оказалась фуфлом, да еще с вокалисткой алкоголичкой. У Виталия Дубинина уже были заготовки для нескольких композиций, а примерно через год после тщательной проработки рийцы приступили к записи нового альбома, продолжавшегося примерно 4 недели. В некоторых вещах можно услышать то, что воспринимается как клавишное, но на самом деле так звучит гибрид гитары Fender Stratocaster с синтезатором Yamaha. Это чудо техники Холстинин приобрел под впечатлением от альбома Turbo – Judas Priest. Если далее вы обнаружите слово «клавишное», то будете знать, о чем идет речь. Настоящие же клавишные появятся у Арии лишь на следующем диске. Также стоит заметить, что манера игры Маврина и Холстинина вдруг стала очень похожей, как бы иллюстрируя глагол «спелись». Новый по счету пятый альбом под названием «Кровь за кровь» вышел в ноябре 1991 года и стал первым концептуальным альбомом группы. То есть в текстах песен проглядывалась одна главная тема, разбитая на главы. Альбом полон мистики и высших потусторонних сил, борьбы добра и зла. Как по мне, он мне не сильно нравится, хотя некоторые его считают лучшим в творчестве Арии. Один из минусов – его слабая запись. Да и тексты как-то мне не сильно такие нравятся. Но все равно я считаю его одним из лучших в творчестве группы. Альбом был издан на фирме «Синтез». Тираж составил всего 40 тысяч. Сказывался развал «Союза». Он спасли, как в токтейм витал, В токтейм в токтейм в токтейм в токтейм в токтейм. Альбом был издан на фирме «Синтез». 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 В конце 1992 года ребята стали работать над идеями для нового альбома. Кроме того, началось строительство их собственной студии «Ария Рекордс», продолжавшейся до середины 1994-го. Летом, наконец, были записаны ударные, но до бас-гитары дело дошло лишь в ноябре. Все происходило жутко медленно и неизвестно было, когда ожидать конечного результата. Кипелов тем временем, желая подзаработать, согласился на предложение бывших коллег из группы «Мастер» принять участие в клубных концертах. Тем более, что в программу входили вещи с первых двух альбомов «Арии». Дубинин и Холстинин решили, что он уходит, и стали искать нового вокалиста. На это место после разных прослушиваний взяли Алексея Булгакова, ради арии даже распустившего свой «Легион». Тут свой отказ этому безобразию высказал Маврин, считавший, что без Кипелова Ари быть не может, и рискнувший пойти на ультиматум. Или Валерий остается, или он тоже уйдет. Рядом с давним другом и товарищем, знакомым еще парей, да, ваша знакомница началась, насколько я знаю, в этом коллективе, да? Да, конечно. И благодаря, в общем, я не буду сегодня долго расспрашивать Сергея на предмет того, почему он покинул Арию, который отдал 8 лет своей жизни. Ответ там, ты много раз, мне кажется, отвечал на этот вопрос, и связанный ты с Кипеловым, насколько я понимаю, тоже, да? Да, да, да. Это единственный коллектив, я имею в виду Ария, который я покинул действительно по причинам таким достаточно серьезным. Потому что я уходил из многих групп по одной единственной причине, когда я терял интерес к тому, что я делаю, я уходил. Я даже из своей группы ушел, из группы «Металлаккорд», которую я создал после «Черного кофе», да, и я из нее ушел. Ушел в никуда, не в Арию, как потом я оказался. Когда я почувствовал, что у меня интереса нет, я ушел. А это было, в общем, из-за конфликтной ситуации произошел, да, разрыв? В Арии, да, конфликтная ситуация была. Из группы уволили вокалиста, взяли на его место другого человека. Тебе показалась это вопиющая несправедливость. Ну, мы с Кипеловым были дружны на тот момент настолько, что я поставил вопрос ребром. То есть, либо я… Вот, конечно, это очень сложная ситуация, я до сих пор ее ни в коем случае не оцениваю с одной стороны. То есть, там каждый был прав, и каждый был неправ. И вот так вот получилось. Но вот этот конфликт, он направил меня совершенно в другую русскую. То есть, потом все вернулись вроде бы. Да, и кипело в том числе. А я уже уплываю. И не возвращайся! И не возвращайся ко мне! На самом деле, покидать товарищей, с которыми он столько проработал на музыкальной ниве, Сергей не собирался. Но его отставку, вот глупость, приняли. Булгаков же, решив, что его уже не прогонят, стал вдруг вмешиваться куда не следует. Например, в тексты, которые он считал чернушно-сатанинскими. Сегодня мы находимся с вами в студии Арии Рекордс, где мы записываем свой очередной альбом, рабочее название которого «Ночь короче дня», и который выйдет на фирмный «Мороз Рекордс». Скажи еще что-нибудь, Халтинь. Ну, работа над альбомом проходила не без проблем. Обещали мы его уже давно, надеемся, что он будет готов месяц через два. Дело в том, что на пути к успеху у нас были потери. Мы расстались с своим вокалистом, с Валерием Кипеловым, от работы почти 10 лет. Теперь у нас новый вокалист, зовут его Алексей Булгаков. На альбоме будет 9 песен, которые выдержаны в традиционном арийском стиле. Естественно, он будет отличаться от предыдущих. Как все наши альбомы, не похожи один на другой. Мы надеемся, что в лучшую сторону. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Разрешилось все неожиданно. Александр Морозов, президент Мороз Рекордс, в 1994 году издавший пять альбомов Арии, был уверен в том, что вскоре группа предоставит новую прибыльную работу. И тут он узнает, что Кипелова на альбоме не будет. Под угрозой штрафных санкций, Валерия, который здорово обиделся на ребят, в группу вернули. А вот Маврин, уже записавший большую часть своих партий, так и остался за бортом. На его место определили Сергея Терентьева, летом 1994 года записавшего на Ария Рекордс свой сольник в жанре гитарного блюза. А до этого игравшего в группах Радмир и Новый Завет, в которых он не особенно блистал. Видя, как Дубинин и Холстинин размышляют о поисках нового гитариста, он предложил свою кандидатуру. Что касается текстов, то тут вновь вмешался Морозов, захотевший чего-то более приземленного. Но Пушкина все же не обошлась без философии и мистики. Пушкина все же не обошлась без философии и мистики. Альбом «Ночь короче дня» вышел после долгих четырех лет после выхода «Крови» 11 сентября 1995 года. И как по мне, находится третьем в моем списке после игры с огнем и героем асфальта. Я помню, купил тогда кассету «Ночь короче дня» и был приятно удивлен, так как думал, что группа уже прекратила свое существование. Оказывается, все это время она писала альбом. Итак, после выпуска альбома «Ночь короче дня» Ария стала медленно, но верно завоевывать новую аудиторию. После этого еще было много альбомов, уход из группы Кипелова и еще много чего. Но это была совсем другая эпоха и другое время. И об этом как-нибудь другой раз. А на этом у меня пока все. С вами был Вульф. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok